Привет! Первая пластинка группы Дамахавишна Окестрада, In the Mountain Flame, которая вышла в 1971 году, считается лучшим и главным альбомом музыки в стиле fusion. Что такое fusion? Коктейль, да, скорее. Ненавижу определение музыкальных стилей, но так проще изъясняться, то есть музыки, сплава классического джаза, традиционного джаза, а также нового джаза, модального джаза, авангардного джаза и рок-н-ролла, не побоюсь этого слова, то есть рок-музыки, рок-н-ролла в широком смысле этого слова. Майлз Дэвис, конечно, сделал это раньше, но у Майлза Дэвиса все-таки в сторону джаза, все-таки в сторону серьезной такой джазовой истории. У Джона Маклафлина в Махавишну Окестре это получилось в сторону рок-музыки, и музыка это была ориентирована на молодежь, на тех, кто слушает Deep Purple и Led Zeppelin. И пластинка The In The Mountain Flame, она стала дико популярной именно среди молодежи, среди тех, кто слушает рок-музыку. И это сразу принесло определенные деньги, потому что за джаз много денег не платят. Это скажет вам любой джазмен, абсолютно единицы получают хорошие гонорары, продают пластинки в больших количествах, в общем, их очень немного. Ну вот Майлз Дэвис один из них. Несмотря на то, чем он стал заниматься уже в начале 70-х годов, то есть когда привлек уже электрические инструменты, он делал это не для зарабатывания денег, он просто шел в новые пространства музыкальные. Маклафлин то же самое, он тоже шел в новое музыкальное пространство, и пластинка The In The Mountain Flame получилась у него такой, какой получилось только благодаря его фантазии, благодаря его развитию, благодаря тому, что он все время хотел делать что-то новое. Это получилось очень здорово. Но поскольку такая музыка стала приносить деньги джазменам, появилось огромное количество групп, играющих такую музыку на сплаве джаза и рока. Их очень много, и 90% из них абсолютно пустые. Они все сыграны круто, быстро, ярко, все дела. Ну, джазмены, в принципе, умеют играть все. Человек, который плохо владеет инструментом, джаз не может играть по определению. Это такая музыка, которая требует очень хорошего владения инструментом. В отличие, кстати говоря, от рок-музыки. Что не исключает виртуозных музыкантов в рок-н-ролле. Но, тем не менее, джаз и рок, как сказано в одном фильме, те, кто не умеют играть джаз, идут в рок-группы. Ну, это, конечно, преувеличение некое, но доля истины в этом есть. Так вот, появилось очень много пустых, совершенно таких вот этих фьюжн-коллективов, и до сих пор появляются и в нашей стране, и в Польше, и в Грузии, и где угодно, и в Англии, и в Америке. Ими им легион просто. Они играют по клубам, по ресторанам, по кабакам, по фестивалям, выпускают пластинки. Иногда эти пластинки очень хорошо продаются, но слушать невероятно скучно. Очень немного, на самом деле, артистов, которые играют эту музыку, до сих пор продолжают ее играть, осмысленно, с каким-то духовным наполнением. Те же самые Weather Report, например, тот же самый Джо Забинол, который создал эту группу. Прекрасно все у него было, хотя, на первый взгляд, некоторые пластинки кажутся какой-то фоновой эстрадной музыкой даже у Weather Report, особенно там позднего периода. Но когда слушаешь концертные записи, это какая-то дикая просто фантастика невероятная. Да и студийные пластинки у них хороши, просто Забинол он, у него свой путь, в отличие от Джона Маклафлина, с невероятной, с демонстрацией невероятной техники, и через технику донесения своих мыслей у Забинола, и компания другой путь, другая манера общения с аудиторией и с космосом. И другой путь музыки, которая приходит из этого космоса в голову Забину. Так вот, о сплаве классического джаза и электричества. Есть такой замечательный джазовый саксофонист, один из знаковых музыкантов в этом направлении, знаковых музыкантов вообще в музыке XX века. Это Соня Роллинс. Пластинок у него огромное количество, дискография гигантская, и классический джаз, и авангардный джаз, и бибоб, и хардбоб, и все, что хотите, и поп-музыка, и фанк, и нет такого направления в инструментальной музыке, в котором не попробовал бы себя, не то, что не попробовал бы себя, а в котором не поработал бы Соня Роллинс. Огромная дискография, у меня есть его ранние пластинки, которые я с удовольствием слушаю. Чистый джаз. Чистый джаз ближе к авангарду все-таки, хотя он прекрасный мелодист, и его импровизации, даже те, которые кажутся чем-то таким авангардным, они очень мелодичны. Мелодия в них иногда скрыта, иногда выплывает на поверхность, ее слышишь, какую-то музыкальную фразу, потом она тонет, исчезает, потом она трансформируется, переходит во что-то другое, потом опять всплывает, очень интересно. У него такая манера, он идет от мелодии всегда. Один из любимых музыкантов, кстати говоря, Харуки Мураками, который все вот это и писал про его мелодику, про его манеру, восхищаясь этим артистом. Но Сони Роллинз в 70-е годы тоже стал заниматься смешением электричества и акустики в джазе, и у него есть несколько пластинок, которые ортодоксальным джазменам кажутся какими-то неудачными. Я читал всякие рецензии на эти альбомы, пишут, что ну да, играет, конечно, он хорошо, Сони Роллинз есть Сони Роллинз, но ничего нового, никаких здесь открытий ярких нет, но послушать можно, отдавая дань уважения. Но есть и другие мнения, одно из них мое, что две прекрасные пластинки у меня есть, не потому что они есть у меня, а потому что я их купил осознанно, послушав в магазине, и они мне дико понравились. Мне Роллинз вообще нравится, в принципе, у меня много его записей, как я уже говорил, одна из этих пластинок, которые мне нравятся значительно больше, хотя они разные, конечно, Сони Роллинз Хорн Калча, вот это, это у нас год какой, год 73-й Хорн Калча, и Сони Роллинз Нуклеус, это 75-й год уже, они разные достаточно. Хорн Калча здесь вовсю прет электричество, но это ближе все-таки, это ближе в сторону Дэвиса, наверное, хотя не похоже на Мэлси Дэвиса, совсем музыка, но это более джазовая история, с электрогитарой, с электропиано, с ударными, с басом, все, все, казалось бы, вот тебе готовая рок-группа, но Сони Роллинз здесь все-таки делает крен в сторону джаза, и все получается замечательно. «Pixis in the Reflection of a Golden Horn» первая вещь, она, ну такой, авангардный Сони Роллинз, просто с электричеством, да, громко, мощно, электрогитара, и саксофон Роллинза парит, выигрывает вот эти скрытые мелодии, которые всплывают, потом опять исчезают, это как бы вступление на 4,5 минуты, потом замечательная вещь, одна из двух, которые здесь меня убивают на повал, это «Says» 11-12 почти минут, здесь перкуссионист, которого зовут Мтума, Мтума, играет на фортепиано акустическом, помимо всего остального, о чем я чуть позже расскажу. Мтума – это не перкуссионист вообще, это вообще продюсер, композитор, очень стильный музыкант, в том числе и играет на фортепиано блестяще, что и демонстрирует здесь вот произведение «Says». Если первая вещь, она с уклоном в латиноамериканские такие мотивы, «Says» продолжается, это латиноамериканская штука, на двух нотах, на двух аккордах, держащаяся в основном, и развивается классическим совершенно образом. Саксофон, потом огромный кусок игры Мтума на фортепиано, завораживающий, совершенно гипнотизирующий, все это в ритме, все это качает, пьеса очень раскачивающаяся такая, и вот за счет этой раскачки она просто завораживает, просто попадаешь с ней в резонанс и в нее погружаешься. Потом опять саксофон Роллинза, который фирмен на его штучке, когда он начинает такой слайд изображать, разговаривать человеческим голосом на саксофоне, и дуэт с самим, такой диалог с самим собой идет, когда он меняет форму звукоизвлечения, саксофон поет обычным саксофонным голосом, а потом таким человеческим, очень интересно. Notes for Eddie почти на 8 минут, на первой стороне заключительная вещь. На блюзовой основе уже разгул саксофона Роллинза под электричество, все очень здорово, но разгул, такой полет просто фантазии, полет импровизации Роллинза прекрасный. God Bless the Child, первая, на второй стороне, очень мягкая, очень лирическая пьеса, так же как и Good Morning Hair Touch, которая завершает вторую сторону, а в середине опять 9,5 минут Love Man. Опять дикая импровизация с электрическим бэндом сзади, и просто полный кайф. Импровизация не ради импровизации, а импровизация, которая несет в себе смысл, а смысл этот словами не выразить, потому что музыку словами описывать сложно. То, что я говорю, я говорю только такую какую-то техническую общую сторону, чтобы можно было понять, что в этой пьесе будет сначала фортепьяно, потом саксофон, импровизация, риф или не риф, или что-то. А смысл этих пьес, он, конечно, выше всяких слов. Эти музыки отличаются от литературы. Собственно говоря, если хотите что-то сказать, говорите языком, да, на вербальном уровне, а это не вербальный уровень. Ну, это все философия. В общем, очень хорошая пластинка, несмотря на то, что как бы фьюжн, очень классная. А нуклеус, она гораздо более электрическая, чем хорн-калча. Здесь играет Джордж Дюк, в числе прочих, со своими синтезаторами, со своими этими ветрами. Вот это все присутствует, и она более фанковая, более жесткая, более... Не скажу, что танцевальная, потому что танцевать здесь можно только под одну, наверное, вещь, которая называется ньюклеус. Не нуклеус, а ньюклеус. Такая игра воображения. Вот этот самый ньюклеус, он раскачивается на фанковом рифе, конкретном, там, из четырех нот. Мочилово идет такое вот рифовое. Сверху саксофон, а сбоку, справа, слева, внизу и сверху вот эта вот мощная фанковая структура. Кстати, гитарист, один из гитаристов, который играет на этом альбоме, он играл в группе Фанкоделик, а до этого играл в группе Headhunters. Те, кто слушают фанк или слушают джаз-рок, они знают прекрасно, да, и Фанкоделик, и Headhunters. Ну и нотки Headhunters здесь, конечно, присутствуют. Особенно вещи под названием Гуалиджо. Это вторая на первой стороне. Там гитара чисто фанкоделиковская, такая едкая, едкая, жгучая, наждачный тембр. Такая очень быстрая игра. Вместе с Сонни Роллинзом, конечно же, куда же деваться. А первая вещь, Люсиль, она удивительна тем, что Роллинз играет практически всю эту пьесу, все эти шесть минут, обыгрывает одну мелодическую фразу из двух кусочков состоящую. Первый кусочек из четырех нот, второй чуть подольше, просто там довольно быстрая такая история. Но вот эти четыре ноты первые, они раз, они так садятся в голову сразу, что больше ничего не надо. Вот эта музыка сама по себе, музыка как она есть. Вот эта мелодическая прекрасная история, и она так затягивает, а вокруг уже все обрамление электрических инструментов, и клавиш, и ударных, и перкуссии, и бас-гитары, и все. Но все это обрамление вот этой прекрасной, замечательной мелодической фразы. В общем, очень хорошая пластинка. Are you ready? Азелия? Космет. Очень хорошая вещь на второй стороне, вторая после нюклеус, вот этой самой рифовой. Очень рекомендую. Fusion не коммерческий, а Fusion настоящий, джазовый, записанный гигантом. Потому что есть пластинка, да? Colossus. Колосс, саксофонный колосс Сонни Роллинз. Hornculture и Nucleus. 73-75 год. Пойду выпью за старика Роллинза, чего я вам советую. Музыка очень хорошая, она дает нам, помимо удовольствия, попытку осмыслить происходящее во Вселенной. Пока.